Сейчас фиксацию нарушения правил дорожного движения в Казани и других городах республики обеспечивают более тысячи многофункциональных, стационарных и передвижных комплексов. Они фиксируют нарушения скоростного режима, правил проезда перекрестков, остановки, движения по полосам и парковки. Под контролем автоматизированных приборов находятся свыше 1700 полос движения и 120 основных перекрестков. Хотел бы отмечить, что Татарстан всегда был первопроходцем в сфере развития системы фото-видеофиксации. Многие из широко используемых сегодня технологий впервые начали применяться именно в Татарстане. В том числе комплексы, фиксирующие нарушения скоростного режима по его среднему значению, так называемая средняя скорость. В республике видеокамерами оснащены патрульные машины ГАИ и полиции, МЧС и скорой помощи, вертолеты МВД и беспилотные летательные аппараты. Большое внимание уделяется и безопасности перевозки детей. Для обеспечения безопасности пассажиров все транспортные средства, осуществляющие перевозку по межмуниципальным маршрутам и перевозку детей, школьные автобусы, автобусы детских, спортивно-юношеских школ, а также учреждения дополнительного образования, оснащаются навигационным оборудованием, комплектом громкой связи и тревожной кнопкой, а также подключаются к системе ГЛОНА-112. Российские разработчики представили на конференции свои новинки. Среди всего прочего был презентован и новый наркодетектор, который позволяет на месте определить и даже распознать, какой именно наркотик употребил водитель. Основная его задача – это определение наркотиков по слюне. В принципе, здесь есть сам прибор и та часть, которая отличается за забор слюны. То есть слюноотборник, который человек должен смочить, и картридж, куда он должен вставить, где, собственно, и будет определяться, есть ли наркотики или нет. Помимо того, что да-нет, есть использование, еще и происходит фиксация данного события. То есть здесь можно строить и фотокамеру, то есть когда исследуемо записывается, здесь же записывается дата, время, и все это хранится в памяти. Плюс можно распечатать результаты анализа прямо на месте. Ольга Лаврова, Владимир Ладушкин, Телеканал Эфир.